здравствуйте мы с вами сегодня работаем с творчеством александра блока александр александрович блок ахматова назвала его трагическим тенором эпохи тенор тонкий выше всех которые проходят такой линии до незаметной или заметный но к нему нужно прислушаться блок вышел из очень интересной интеллигентной профессорской семьи эта семья академическая родители его рано развелись и он жил в семье деда ректора петербургского университета бег этого соответственно это обусловило его окружение очень много талантовых людей интересных людей первых людей петербурга было вокруг него и сам ребенок был необычайно талантлив он писал стихи самого своего не знаю как научился читать наверно лет с пяти мать хранила эти стихотворения все эти про зайчиков про мишек необычайно берегла его отец был тоже профессором и был очень способным музыкантом свою жену он держал очень таких в тяжелых суровых условиях но поэтому они расстались то есть браках был недолгий у блока был очень нигде не сказано что у них были какие-то конфликты но в то же самое время нигде не говорится о теплых отношениях это была как бы роль до отца выполнял очень он был военным и ребенок привык к этой жизни так привык к каким-то переездам перемещениям вот его стихотворение ранее 45 лет было блоку за и серый за и милой я тебя люблю для тебя-то в огороде я капусту накоплю вот интересно что ритм уже сохраняется ритм рифма такой вот очень на уже хотя это четыре года ребенку четыре пять лет но уже чувствуется что мать не зря хранила эти стихи она что-то видимо чувствовал своим ребенке блок и его собака на рядом в кругу семьи где-то было имение хотя они жили в петербурге но у них было имение в шахматово это очень важно помните вот в девятнадцатом веке толстой его имени да там некрасов тючев вот это признак такой вот семьи и ощущение ребенка что я не одинок я продолжатель этого рода я часть большой истории это ощущение что за моими за моей спиной стоит большой рот до людей интересный такой вот момент и блок очень гордился шахматовым впоследствии не удалось сохранить когда военные годы за этим имением присматривали соседи они в общем-то его разворовали и чтобы скрыть следы своих преступлений что они там все разворовали не просто его сожгли блок очень сильно это переживал вот но делать нечего дала тяжело очень это отозвалось в нем учился блок в гимназии и учился неплохо но было ему скучновато потому что дома то конечно он получал более интересное обучение и это было обучение дома обучение которое шло от интереса в гимназии обучение шло от принуждение от наказания ему это было конечно не очень приятно он с детства уже начал писать и издавать вот рисунок из его журнала то есть он сам даже вел журнал и как-то старался увековечить свои мысли когда гимназию оканчивает он поступать петербургский университет сначала на юридический факультет но там ему кажется скучным и дальше он идет по стопам своих предков переходит на историко-филологический факультет который оканчивает хотя какой-то роли в его жизни это не сыграло но тем не менее впереди в один период своей жизни он преподавал в том числе здесь как раз таки вот фотографии блока с отчимом с матерью и отчимом здесь фотография нужно говорить о том что блок вот от своих родных от близких перенял какую-то удивительнейшую честность он не мог обманывать никогда и ни о чем вот вспоминая такую историю когда он преподавал в петербургском университете было тяжелое время университет не отапливался было холодно студенты не ходили но обязан выбрать и староста и блок приходит на лекцию никого нет есть только староста причем староста должен был дать журнал достать дать на подпись лектору а для того чтобы чернила не засыхали то он должен был где-то ручку обычно держал у живота до грел ее и где-то в тепле до проводил это время и говорит блоку что вот но распишитесь нет говорит я не могу я же не могу расписаться то что я не прочитал этот нет же студентов но вы то есть и он читал лекции одному этому старости на на студенту вот потом они уже пошли по холодному петербургу дальше продолжили общение у блока под мышкой была краюшка хлеба почему-то ему зарплату выдавали да вот хлебом в том числе может часть зарплаты он шел шел и староста не удержался отщипнул кусочек и блок повернул ему всю эту краюшку не стесняйтесь там молодой человек и продолжу дальше там свою лекцию что-то рассказывать вот где еще проявляется честность блока когда он уже стал знаменит когда к нему уже стали приходить какие-то его почитатели творчества а он не мог бы держать этот вот наплыв количество людей он просил никогда не говори что его нет дома он просил говори что блок дома просто сейчас не может принять но вы же знаете что они тогда не уйдут они останутся под дверями но нет все таки врать нехорошо скажи что вот дома но принять не могу а вот что еще повлияло на блока конечно же первая любовь которую он ощутил да его возлюблен это было 37 лет это не принесло никакого до какого-то продолжения сюжета в его жизни но тем не менее породило несколько интересных стихотворений самым же значительным событием в жизни блока была встреча с любочкой менделеевой дочерью великого химика где они познакомились они познакомились в подмосковном имении шахматово их имение находились рядом молодежь проводила время вместе и они устраивали любительские спектакли блоку любочка понравилась сразу же не заказать об этом с ее стороны она конечно же подумал что он какой-то задавака какой-то был не очень такой ну свой что ли да вот но они часто пересекались театре она играла афелию он играл гамлета и с этого спектакля началась история их любви блок на блока очень большое влияние оказала философия соловьева философия соловьева о том что есть ну во первых вечная женственность вечная жена во вторых о том что есть такие пары они бывают одни там просто на миллионы лет которые друг другу вот созданы друг друг для друга и блок верил что они именно такая пара что именно их любовь их чувства это та любовь которая будет проходит через века отношения их были не очень простые своих произведениях блок писал и обращался к ней как какому-то божеству как чему-то великому высокому предчувствую тебя года проходят мимо все в образе твоем предчувствую тебя она не понимала что это про любовь вхожу я в темные храмы свершаю тайный обряд какие храмы какой обряд не пишет ничего про любовь не любит он меня думала любовь дмитриевна а для блока она была вот именно божеством вечной женственностью почти близка до к мадонне и стихотворениях это местоимение тыс большой буквы писалось вот в конце жизни он скажет что для него существовало только две женщины это любовь менделеева и все остальные хотя конечно же романы у него были еще и кроме роман отношения с любовью дмитриевны тем более что какой-то период жизни не было очень тяжелые отношения она чуть не ушла к другому к их общему да коллеги по перу вот тяжело переживал блок этот разрыв но тем не менее для него она осталась тем свет и цикл стихов прекрасной даме это циклов стихов мы видим да с большой буквы прекрасная дама где в центре любовь дмитриевна менделеева но конечно есть там и стихотворение за подписью посвященные другим адресатам тем не менее до центральная часть все-таки это любовь дмитриевна когда блока спросили ну что же такая какая-то повернутость даже помешанность на любовь дмитриевне то блок ответил она непредсказуемая и вспоминает вспоминая ее например говорили есть такой эпизода из воспоминаний она сидела на уроке и взяла и запустила чернильницы прямо в стену почему спрашивает ее а мне было скучно сказала любочка то есть еще с детства да это непредсказуемость была во всем и блока это притягивало и это его он может быть видел в этом какую-то частность внутреннюю такое обратимся к стихотворению да предчувствую тебя года проходит мимо все в облике одном предчувствую тебя весь горизонт в огне и ясене стерпима и молча жду тоской и любя весь горизонт в огне и близко появление но страшно мне изменишь облик ты и дерзко и возбудишь подозрение сменив конце привычные черты о как в аду и горестно и низко не одолев смертельные мечты как ясен горизонт и лучезарность близко но страшно мне изменишь облик ты конечно мы здесь не видим до таких прямых строчек там не знаю я пришел к тебе с приветом рассказать чтоб солнце стало как это предшественник когда было почему потому что блок это поэт символист и для него важно передавать через символы там были старшие символисты младшие символисты блок был тем самым символистом который еще снискал любовь одобрения народа он все-таки сумел найти такие слова которые были близки людям и понятны а вообще символистов очень много упрекали в том что они непонятно пишут то какая-то туманность какая-то будь то о чем это все вот и на блока также оказала большое влияние символистская поэзия даже когда он уже отходил от символизма то есть разросся по большого поэта стал шире чем рамки том только символизма тем не менее символы продолжали играть важную роль в его творчестве так например очень большую роль играла символика цвета и цвет нес на свое значение допустим белый это знак прекрасной дамы невесты философских исканий золотой надежда на будущее какой-то причем не обязательно прямо говорится что там золото там чего-то это может быть просто крендель висит и крендель как тоже символ золотой то есть знак чего-то будущего голубой то же самое почти что и золотой но блока это мало встречается синий блоковский мотив он связан с образом невесты он имеет такое ощущение надежды ожидания надежды которые покроют печаль если спросите как это вообще происходит как вообще люди понимают что вот у этого автора такие цвета это делается конечно выборкой стихотворений то есть берется допустим белый цвет и по всему творчеству собираются где встречается белый цвет и дальше смотрим что объединяет все эти фрагменты и приходим к выводу что да белый символизирует там вот это золотой нашли где встречаются да все эти фрагменты посмотрели объединили да то есть это исследовательская работа которая который можно доверять потому что вся она основана на практическом рассмотрении стихотворений вот красный черный это цвета тревоги катастрофы цвета какого-то крови пожара желтый самый нелюбимый блоком цвет это символ житейской пошлости даже обыденности без духовности у него даже есть стихотворение фабрика желтый через о чтобы было еще больше это вот вращение к желтому чтобы желтый как будто бы такой разверстая пасть куда все неприятное как какое-то гарнило да труба куда заходит все вот это вот неприятное тяжелое а вот кроме этого есть еще и устойчивые элементы образной системы это заря звезда солнце утро весна все это символы невесты символы и йода красоты какой-то и йон праздничности до вот этого ощущения света пробуждения приближения это символ ее присутствие в мире напротив зима ночь лед метель это разлука это враждебные силы это крушение вот веры возможность встречи болото есть у блока цикла стихотворения до чертенята это символ всякой такой повседневности который засасывает тебя в который добавить все возвышенные устремления если мы с вами посмотрим на цикл стихов о прекрасной даме то мы можем выстроить некий сюжет вообще блока было важно чтобы его лирику воспринимали именно как цикл именно как одну книгу и он старался эту и он старался эту книгу соединить в одну трилогия во человечине цикл стихов прекрасной даме важно было эти мотивы проследить развитие от тома к тому давайте посмотрим стихотворение вхожу я в темные храмы хожу я в темные храмы совершаю бедный обряд там и жду я прекрасной дамы мерцание красных лампад в тени у высокой колонны дрожу от скрипа дверей а в лицо мне глядит озаренный только образ лишь сон они о я привык к темризам величавые вечной жены высоко бегут по карнизам улыбки сказки и сны о святая поклазковой свечи так отрадны твои черты мне не слышно ни вздохи ни речи но я верю милая ты мы видим здесь да вот символика цвета вот они свечи да вот это золото да вот такое вот ощущение до чего-то какой-то надежды близости но красные лампады тревога потому что он ждет и он не знает придет она или нет тем не менее очень очень много вот этого ощущение какой-то тонкости образа озаренный образ сон улыбки сказки сны то такое неуловимое и если попробовать до описать вот это вот неуловимость то мы с вами возьмем какой-то цвет такой ну наверное и светло-голубой потому что мечта голубая мечта то есть уже такая некая связка на что обращаем внимание на то что прекрасная дама с большой буквы местоимение о ней ты милая святая эпитеты да все с большой буквы отношение вот оно отношение но любви и привязанности какого-то преклонения перед ней какого-то даже буду и любви в ее высшем понимании любви в высшем понимании мы не видим героиню как живую женщину вообще там не возникает он только верит он только ждет он только ее преды ощущает предвосхищает и это похоже на рыцарство да рыцарь который служит своей прекрасной даме понимая что он никогда может быть не будет владеть ей да в прямом смысле как ты моя подчиняйся мне а жить во имя ее жить с уста с именем ее на устах можно вот с этим сравнить посмотрим да за развитие тему встану я в утро туманное солнце ударит в лицо ты ли подруга желанная сходишь ко мне на крыльцо настежь ворота тяжелые ветром пахнула в окно песни такие веселые не раздавались давно с ними и утро туманное солнце и ветер в лицо с ними подруга желанная сходят ко мне на крыльцо то есть уже мы не видим ее да еще конкретно не ощущаем но тем не менее она уже вот она это не только ее ожидание предощущение это уже она к нему приходит и он ее видит даже ты всходишь ко мне на крыльцо и эти вот символы утра солнце ветра песен это все связано с образом прекрасной жены которые приходят к нему подруга желанная она становится ближе и приобретает еще пока не конкретные черты образа но уже вот именно называет ее не жена величавой да а подруга дальше стихотворение предчувствую тебя года проходит мимо все в облике одном предчувствую тебя весь горизонт в огне и яся нестерпимы и молча жду тоскуя и любя весь горизонт в огне и близко проявления но страшно мне изменишь облик ты смотрите ведь вроде бы да что произошло то же самое до предчувствия вот если мы прям вернемся да вот к этому стихотворению да вхожу я темные храмы вот я жду озаренный величавый да и посмотрим на это стихотворение здесь горизонт в огне да обратим внимание на эту строчку тоже да красный горящий дальше посмотрим на стихотворение встану я в утро туманное утро солнце но чем оно отличается до друг от друга вот это вот солнце которое ударило в лицо ожиданием да на какой-то какой-то весной а здесь горизонт в огне до заходящее солнце или входящий на горизонт в огне то есть один и тот же да мотив он можно зависимости от того с каким стихотворением мы его сравним мы можем его толковать в этом прелесть символизма хотя есть устойчивые символы но тем не менее есть доля того что доверяется на читатель чтобы читатель мог также предопределить предчувствовать да что это может быть мотив который связан со страхом она не придет или с тревогой что с ней случилось или с радостью да что вот она здесь и я я рядом да я готов встречу с ней дальше да вот это вот превращение героини можно посмотреть вот здесь вот да днем вершу я дела суеты зажигают огни вечеру безысходно туманная ты предо мной затеваешь игру я люблю эту ложь этот блеск твой манящий девичий наряд вечный гомоны уличный треск фонари убегающий ряд я люблю и любуюсь и жду переливчатых красок и слов подойду и опять отойду глубины протекающих слов как ты лживо как ты беда бела мне же по сердцу белая ложь завершая дневные дела знаю вечером снова придешь мотив двойничество да здесь звучит и это его переосмысление до его отношения с любовью дмитрина менделеевой но в то же время и это осмысление чувства и чувства внутри например тревога да это может быть и тревога ожидания придет не придет это может быть и тревога за человека да что с ним где он почему так долго это и изменение до героя вот она днем ты один а вечером то знаю снова ты придешь и вот это вот игра которую ты затеваешь но это и манит его да и вот уже люблю эту ложь несколько раз люблю любуюсь по сердцу белая ложь это и позволение героини быть такой какой она хочет с одной стороны а с другой стороны это и двойничество внутри и я раздваиваюсь да позволяет другому как бы раздвоиться раздваиваюсь я есть но некоторые воспоминания говорящие о том что блоку в конце жизни было очень тяжело и есть такие какие-то воспоминания что он как бы сходил с ума вот но мы не можем да вот так прямо до об этом говорить как тогда на чем-то настаивать потому что тем я думаю что такие не очень может быть да приятные моменты какие-то и скрыты от наших глаз ну и может быть это еще и к лучшему 902 год стихотворение я отрок зажигаю свечи в этом тексте герой называет себя если там раньше вхожу я в темные храмы предчувствовать себя непонятно кто ты кто этот я здесь я отрок зажигаю свечи там мы могли только догадываться да кто этот герой здесь он называет себя вот кто такой отрок да то есть он ну молодой человек отрочества который наступает период отрочества после детства перед взрослением то есть не ощущает себя взрослым человеком еще отроки это молодые люди которые в храмах прислуживали священнику то есть они еще по количеству лет там не могли занимать какую-то должность мы вообще в принципе там принимать такое серьезное решение своей судьбе но они помогали по наморям помогали священникам свечи носили зажигали свечи то мы можем сравнить с тем кто служит или прислуживает и он как бы прислуживает потому что он зажигает три свечи она и смысле и без речи на том смеется берегу у нее проявляется звук если он только до приносит собой какое-то служение она смеется это какая-то дерзость это какой-то да вот знание жизни больше чем у него люблю вечернее моленье у белой церкви над рекой перед закатное селение сумрак мутно-голубой покорный ласковому взгляду любую стайной красоты и за церковную ограду бросаю белые цветы падет туманная завеса жених сойдет из алтаря и от вершин зубчатых леса забрежен брачная заря здесь несколько пластов этого стихотворения первое мы видим вот это вот отрочество лирического героя его слабость какая-то уменьшенность по сравнению с ней она смеющийся там у нее ласковый взгляд она обладательница красоты какой-то и вот этот вот смех который да манит притягивает к себе а он только вот да здесь за оградой и он только может бросить эти белые цветы то есть как бы вот не может да прийти к ней переметнуться но может только да какой-то вот символ сигнал да знак подать ну и может быть это связано еще и с церковным обрядом это может быть связано с того как жених иисус христос да вечный жених сойдет из алтаря вот элементы богослужения то есть можно говорить и о внутреннем до философском пласти этого стихотворения тема пути дороги тема бегства одиночества в разных стихотворениях блока мы встречаем интересно с этой точки зрения посмотреть на поэму соловьиный сад кому интересно самостоятельно прочитайте она она понятная да здесь вот именно поиска счастья где же найти мне это счастье где мне найти вот это вот да какое-то желание где мне найти применение себя вроде бы она все близко но все рядом но недостижимыми и еще одна тема которая интересна в лирике блока эта тема страшного мира она развивается в разных его циклах страшный мир вот такая социальная проблематика когда конечно же дал он обращает внимание на то что вокруг происходит на то как живут люди и не может остаться в стороне но его поэзия лирика не резко социально как это у коллег у некоторых на коллег по перу но в то же самое время и он не отгораживается от этого мира и даже рождается не один цикл стихотворений а и поэма да в том числе поэма блока 12 связано с реакцией на окружающую действительность вот мы говорили да про слова желтый черный и свое отвращение какое-то к этому мистическому таинственному показывать через букву он и образы вот эти вот задумчивые болты и вот эти вот глухо запертые ворота этот кто-то неподвижный считает людей как какая-то кара не знаю тяжесть до наказание которое пришло извне и ты ничего с этим не можешь делать это не можешь от этого отойти от этого до страшного мира мы с вами посмотрим небольшое стихотворение то есть известнейших блока и на него написано очень много подражаний можете тоже попробовать написать подражание сохранив этот ритм ночь улица фонарь аптека бессмысленный тусклый свет живи еще хоть четверть век все будет так исхода нет умрешь начнешь опять сначала и повторится все как в старе ночь ледяная ряб канала аптека улица фонарь ну у этого стихотворения есть прямое значение есть поскольку ледяная ряб канала люди топились тяжелой жизни и их утопленников да или тех которых доставали оттуда притаскивали в аптеке которые находились рядом живых умирающих мертвых и такая аптека находи была рядом и с домом блока то есть это то что было рядом и то что наблюдал каждый и этот фонарь освещавший тускло освещавший вокруг себя да что ты свет который бессмысленный который не несет в себе никакой вот радость фонарь как воспринимается обычно да вот как свет во тьме как символ жизни да и аптека как вроде как символ жизни но в данном случае символ смерти и вот это вот ощущение все будет так исхода нет умрешь начнешь опять сначала вот это вот начнешь опять сначала мыдарство тяжело он ощущал происходящее в стране социальные ущемление народа социальные несправедливости угнетение людей и тяжело воспринимал приходящую новую власть но хотя был неоднозначное отношение к революции чуть позже об этом поговорим то есть образ образ страшного мира до один из постоянных образов и вот постепенно этот образ сравнивается или разрастается до образа родины одно из тоже известнейших стихотворение на железной дороге посмотрим как узкосоциальная тема разрастается дождь до образа всей родины под насыпью ворву не кошеном лежит и смотрит как живая в цветном платке на косы брошена красивая и молодая бывало шла походкой чинную на шум и свист за ближним лесом все обойдя платформу длинную ждала волнуюсь под навесом три яркие глаза набегающих нижний румянец кручил окон быть может кто из приезжающих посмотрит пристальне из окон вагоны шли привычные линии подрагивали и скрипели молчали желтые и синие в зеленых плакали и пели вставали сонные за стеклами и обводили ровным взглядом платформу сад с кустами блеклыми ее жандармы с нею рядом девушка да которая стоит красивая молодая цветной платок у нее косы да она живая она ждет восхищение радость она пришла на этот на вокзал и на платформу проходит вагон вот эти вот цвета да желтые синие зеленые типы вагонов зеленые для народа поэтому там плакали пели для простого народа там были дешевле билеты вот и не кто-то на нее да она вот этими глазами смотрит на проходящие вагоны и ожидает ожидает какого-то да вот участия в ее жизни а они смотрят как бы и не видят ее потому что она у них сливается в один пейзаж платформа сад она жандарм все одно одно и то же да вот это вот мельканье мельканье лишь раз кусар рукой небрежную облокотясь на бархат алый скользнул по ней улыбкой нежную скользнул и поезд вдаль мчала так мчалась юность бесполезная в пустых мечтах изнемогая тоскодорожная железная свистело сердце разрывая да что давно уже сердце вынуто так много отдана поклонов так много жадных взоров кинуто пустые пустынные глаза вагонов не подходите к ней с вопросами вам все равно а ей довольна любовью грязью или колесами она раздавлена все больно она ждала ждала да и только гусар скользнул улыбкой но в этой улыбке была нежность и она не могла зацепиться за эту нежность потому что вот ушло да ушло убежала и юность бесполезная мучалась проходила и ждать не чудо пустые мечты и тоска и сердце разорваны и глаза уже пустые до чего что ждешь до что было как вот родина которая красивая богатая могучая молодая русь которая ожидала какого-то да вот ну восхищение благолепия облагораживания получила изрытые колеями дороги получила какую-то раздавленность боль да под этим мы видим образ народа раздавленный народ и пустые мечты мы конечно же здесь поминаем стихотворение некрасова что-то жадно глядишь на дорогу в стороне веселых подруг да можно да вот прям сравнивать эти тексты как девушка тоже смотрела на дорогу и автор говорил я не смотри у тебя доля ты незавидная не заберет тебя проезжающий корнет жизнь твоя будет тяжелой выйдешь замуж будешь пахать гнуть спину муж тебя будет бить да и пить и жизнь твоя не незавидно и рано ты из жизни уйдешь вот под трудом этим раздавлены да и вот тут конечно и некрасов и блок продолжает традиции некрасова объединяет образ девушки женщины с образом родины и тяжелой судьбы да конечно же скорбит о тяжелой судьбе следующее до стихотворение это незнакомка это соединение страшного мира в которой пришла она она пришла не в храм она пришла не на берег там чего-то какой-то берег да она пришла в этот страшный мир и мы сейчас посмотрим это стихотворение как описывает автор вот это вот ощущение как соединяется мечта о прекрасной даме незнакомка это и есть та та самая прекрасная дама которая снизошла до пришла в этот страшный мир по вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух и правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух у нас обычно весенний дух связан с чем какой-то с радостью обновление вот это вот жизнь до глоток свежего воздуха здесь же тлетворный весенний дух и пьяные окрики и он горячий он дикий уходит уже атмосфера который атмосфера жизни не по законам природы они пробуждение не радость а тяжесть наваливается до вот этой первой строчки в долине от пылью переулочной над скукой загородных дач чуть золотится крендель булочный и раздается детский плач вот золотой да крендель который заводится силу надежды и детский плач и каждый вечер за шлагбаумами заламовые котелки среди канав гуляют с дамами испытанные стреки и случайно это рифма да вот такая она неудобная за шлагбаумами ты тут рифма дамами шлагбаумами ощущение какое-то подвоха какой-то трудности кто эти дамы что значит испытанные остряки и почему они гуляют там каждый вечер заламывая котелки и мы понимаем что это дама это не прекрасные женщины дает наверное скорее всего представительницы древней профессии и испытанные остряки те кто пока остри острячество не истинные чувства до состояния такого ну по жизни нам вот такой веселости наигранной да уже заезженной веселости над озером скрипят уключены и раздается женский визг а в небе ко всему приучены бессмысленно кривицы диск детский плач женский визг это все не голоса радости а весенний скрип уключены и даже природа уже во первых она привыкла к этому бессмысленный кривицы диск и природа к этому привыкла и летают кривляние какой-то это она не нужно но не принесет себе какого-то освобождение какой-то радости то есть такая атмосфера все очень гнетущая и она беспросветная и при этом это вечер это отдых это ресторан это остряки то есть люди в этом ужасе получают удовольствие и каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен и благой терпкой и таинственной как я смиренно оглушен моем стакане отражен друг единственный то есть я смотрю в стакан и вижу своего единственного друга я одинок и мой друг это на моё отражение которое я вот тут вижу там а рядом у соседних столиков лакеи сонные торчат и пьяницы с глазами кроликов инвина верит и скричат но обстановка соответствующую до все пьяные и каждый вечер час назначенный и это только снится мне на той строчка говорящий о том что было это или не было девичий стан шелуками схваченный в туманном движется окне отличается там вот эти были дамы которые гуляли среди канав здесь же девичий стан стан это уже отношение образ да выделяется среди всех шелках шелками схваченный в туманном движется окне и медленно пройдя меж пьяными всегда без спутников одна дыша дыхами и туманами она садится у окна и тоже до духи туманы туманное окно дышит туманами незнакомка и важно что она одна и проходит и она не боится прийти в этот страшный мир она такая таинственная не побоялась прийти и веют древними поверьями и упругий шелка вот эта вот история да какая-то и шляпа с траурными перьями в кольцах узкая рука и странной близостью закованный смотрю за темный вуаль и вижу берег очарованной очарованную дали что вода повтор прошлое до какой-то прошлой россии прошлой страны потому что берег очарованная очарованная дали вот те самые русские традиции предания поверье та самая очарованная история которой мы так восхищаемся глухие тайны мне поручены вот это увидел сам да у нее смотрит сквозь эту вуаль у нее еще и лицо закрыт вуалью глухие тайны мне поручены мне чье-то солнце вручено помню на небе диск а ему солнце вручили и все души моей излучены пронзивы терпкое вино и перья страуса склоненные в моем качаются мозгу и очень синие бездонные цветут на дальнем берегу да так перья эти они были или это его видение для его мира что он это видел его или ему это показалось и почудилось в моей душе лежит сокровище и ключ поручен только мне ты права пьяное чудовище я знаю истинной вине показалось ему до что она пришла когда он до находился вот в этом под влиянием вина или не показалось увидел он ее или нет но он ее ощутил и ощутил вот это вот сокровище на которые лежит внутри и ощутил свою душу если вокруг такой страшный мир и ты вынужден подчиняться этому миру то есть что-то у тебя внутри что ты сохраняешь не показываешь этому миру и то что ты ну может быть да хочешь ты или не хочешь но то что ты принесешь через себя потому что это есть то твоя суть какая-то внутренняя вот она позволила ему была она или нет но именно через ее образ позволила ему почувствовать свою какую-то обособленность да свой внутренний путь вот это вот в душе да лежит сокровище в моей душе пусть я да тоже соглашаюсь да с этими пьяницами которые кричат инвина веритас но тем не менее я ощущаю да вот это сокровище внутри дальше значит следующее стихотворение о доблестях о подвигах о славе это стихотворение интересное своим построением своей кольцевой композицией и оно такое очень любит его сопоставлять да с пушкинскими строками с стихотворением пушкина к чарда и его любви надежды тихой славы вот ну давайте посмотрим о доблестях о подвигах о славе я забывал на горестной земле когда твое лицо в простой оправе передо мной стояла на столе лицо в простой оправе да то есть фотография метонимия переем по смежности лицо уже не стояло а вот и он забывал обо всем да и если смотрел на ее портрет но часто стал и ты ушла из дома я бросил в ночь заметное кольцо ты отдала свою судьбу другому и я забыл прекрасное лицо разлука расставание летели дни крутясь проклятым роем вино и страсть терзали жизнь мою на и вспомнил я тебя пред аналое мислава тебя как молоды свою здесь вот при этом аналое м два варианта прочтение может быть это может быть либо вспомнил как мы венчались и стал звать да либо я на исповеди потому что исповедь пред аналое мя на исповеди тебя вспомнил то есть я раскаялся в том что я тебе Тебе причинил, да, какую-то, может быть, боль, поэтому звал тебя, как молодость свою, но, может быть, это просто воспоминание. Я звал тебя, но ты не оглянулась, я слезы ливну, ты не снизошла, ты в синий плащ печально завернулась в сырую ночь, ты из дому ушла. Не знаю, где приют своей гордыни, ты милая, ты нежная нашла, я крепко сплю, мне снится плащ твой синий, в котором ты в сырую ночь ушла. Уж не мечтать о нежности, о славе, все миновалось, молодость прошла, твое лицо в его простой оправе, своей рукой убрал я со стола. Вот это вот, да, кольцевая композиция, вначале лицо, да, стоит передо мной на столе, в конце убрал я со стола, то есть оно такое законченное, да, то есть здесь это итог целой жизни, это прошла целая жизнь. В этих строчках, да, как оно, да, эта фотография вдохновляла меня, и как я тебя звал, да, но ты не обернулась, да, и я убрал, я пережил, я пошел. Да, не мечтать о нежности, о славе, да, все прошло, вот, но это и новая, да, какая-то жизнь, причем нам здесь важно, что это возмездие, а почему возмездие, за что возмездие, возмездие за неправильно прожитую жизнь. Да, вот с этой точки зрения можно рассматривать аналой, как исповедь, как признание, да, себе в своих каких-то грехах и преступлениях, и то, что ты получил, да, ты утратил, главное сокровище жизни, это твое возмездие. Дальше, следующее стихотворение. Значит, очень, да, здесь мы посмотрим только фрагменты, жизнерадостные, жизнеутверждающие, нам важно, да, вот первая страфа и последняя, принятие жизни во всех ее красках и оттенках. Следующий уже этап, да, за мучение, за гибель, я знаю, все равно принимаю тебя. Это и принятие себя, это и принятие своих несовершенств, это принятие своих сложностей, это и принятие, принятие вообще того, что вот со мной происходило, моей души, моей сложности, да, там, раздвоенности какой-то, да, всего. Вместе с этим стихотворением мы читаем еще «Я хочу безумно жить, всю сущую вековечить, безличные почеловечить, не сбывшиеся воплотить, пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне, быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне, прости мугрюмство, разве это сокрытый двигатель его, он весь дитя добра и света, он весь свободы торжества». Мы видим здесь фотографию, это военные годы, когда Блока отправляли на, ну, мобилизовали, да, всех, тоже на службу. Ну, Ахматово тогда увидел на вокзале вот Блока с его сумасшедшими глазами и говорил своему мужу Гумилёву, что, ну, ведь его же нельзя, неужели его пошлют на фронт, ведь это же то же самое, что жарит Соловьёв. Нельзя, он же там сломается, не выживет, это тонкая душа там, его, но прошел он через это вот, жажда жизни победила, выстояла его душа и перешагнула через него, хотя, конечно же, отразилось там на его жизни то, что он там пережил. Хорошо. Дальше, интересное стихотворение, да, цикла «Снежная маска», которые посвящены Волховой, и появляются новые мотивы, появляется более дерзкий герой. Это уже не тот самый, который был тогда, юноша, отрок, мальчик, да, это уже мужчина, который играется этой жизнью. Цикл «Кармен», тоже ощущение вот этой вот жизни, я хочу уже эту жизнь попробовать, я не готов только стоять и смотреть на неё и зажигать свечи, мне нужно быть участником, да, этой жизни. Стихотворение «Родина» переходит, стихотворение «Родина» и вообще тема «Родины» от соединения женщины и «Родины» переходит вообще к осмыслению, к осмыслению вообще всей этой эпохи, к осмыслению того, что хорошо, а что плохо для Родины, к её прошлому, восхищение вот тем самым прошлым, тревога за будущее. И его отношение к революции, оно было неоднозначным, то есть, ну, во-первых, его воспитывали в том самом уважении к народу и в сочувствии к народу и к тому, что важно было народ поддержать. Поэтому, конечно, революцию он, с одной стороны, принимает, ну, потому что надо освобождать народ, надо что-то делать. А какого-то другого пути, да, другого пути к тому, чтобы эту революцию принять, он, ну, не видел, может быть, да, не ощущал, не понимал. Хотя, когда он, ну, рассуждал, да, вот у него есть интеллигенция революции, есть такая статья, да, он писал, что всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте революцию. И это было именно желание преобразовать эту жизнь, устроить так, чтобы лживая, грязная, скучная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной. И вот на тот момент он видел, что это возможно сделать только через революцию. Она пробуждает к жизни всего человека, если он идет к ней навстречу, она напрягает все его силы и открывает те пропасти, которые были крепко закрыты. И, конечно же, эта тема связана с поэмой Блока-12, и обратимся к этой поэме, и здесь надо сказать, что, ну, сейчас увидим, да, отношения Блока к революции, которые он хотел передать и которые он передал. Передал, значит, писал, переписывал, да, перед вами черновики Блока, и когда он ее написал, да, он был очень, да, он сказал, сегодня я гений. И когда он переписывал эту поэму, ну, составлял, писал, он ощущал какую-то музыку, он ощущал какой-то внутренний нерв, движение. Он очень вот это переживал именно само создание этой поэмы, и она у него получилась, ну, такая не совсем ровная и в стилистическом, и в смысловом плане, но, естественно, все это очень гармонично складывается друг с другом. Итак, сегодня я гений, сказал, Блок-12, какие бы они ни были, это лучшее, что я написал, потому что тогда я жил современностью. В центре текста 12 красноармейцев, которые патрулируют революционный Петербург. Ну, и, конечно же, мы сравниваем их с кем, да, с 12 апостолами, с учениками Христа, которые представляли свое учение, да, окружающим. Эти 12 патрулирующие город, они следят ведь за порядком, и они представляют самой вот ту самую революционную силу, стихию, которая влияет на судьбы людей. Они решают или говорят, или дают оценки, кто прав, кто виноват, кто должен жить, кто нет. Они выносят какой-то свой вердикт окружения людей. Это поэма, в которой фабула, то есть сюжет ослаблен, да, хотя это эпическая поэма, здесь есть, да, элементы сюжета, но они перемещаются какими-то песенными и маршевыми, и частушечными ритмами. И, конечно же, Блок-симболист, поэтому мы видим здесь много моментов символических, то есть не в прямом значении, да, понимаемых. В самой же, значит, в первой главе мы встречаем ряд персонажей, которые показывают нам на все какие-то пласты, да, населения. Мы видим старушку, которая убивается, плачет, никак не поймет, что это значит, на что такой плакат, такой огромный лоскут, сколько бы вышло портянок для ребят, а всякий розет, разут. Старушка, как курица, кое-как перемеднулась через сугроб, ох, матушка-заступница, ох, большевики загонят в гроб. Хотя, да, сугроб – это сила природы, но у нас традиционно в русской литературе метель – это образ не просто природной стихии, а метель, буран. Это символ восстания, символ революции и символ каких-то грядущих изменений. Мы с вами можем вспомнить «Капитанскую дочку», когда Петр Гринёв заблудился, и ему там не найти до пути беда, барин, буран и точка, которая вот из маленькой снежной бури разрослась до большого бурана. Вот это символ революции, которую Пугачёв с собой принёс. Ну и ещё можно вспомнить Булгакова в том числе. Так вот, старушка, которая показывает простой народ, и она не понимает, что тут происходит. Какая революция, какой вообще плакат, какой непонятный… Понятно, это же материал, да, висит этот плакат, но это же материал, и из него же можно портянки доношить, то есть приём монтажа используется, когда у нас рядышком какие-то не связанные друг с другом образы, да. Но при их именно столкновении мы находим там новый смысл. Что это значит? Плакат нужен – нужен, лозунг нужен – нужен, потому что революция – новый мир, как мы будем доносить свои новые идеи. И вот через лозунги и плакаты. А старушка смотрит на этот лозунг, а у неё своя беда. Она бы сейчас одежду из этого материала нашила детям. Ей детей одевать не во что. И для неё эта возможность одеть детей гораздо важнее, да, этих политических агитаций, простых вот этих вот слогов. А для кого революция? Для народа. А вот народ, который говорит, так дайте мне этот кусок ткани, я одежду себе сошью, нечего тут этому висеть, да. Вот. И этот контраст, да, он и в самых первых строчках. Чёрный вечер, белый снег, на ногах не стоит человек, да. И поэма, да, вот начало и конец её, да, вот они контрастно, да, соединяются в такой вот один, да, общий какой-то кружок. Ну, давайте посмотрим ещё за героями, да, которые в этом произведении есть. И посмотрим за тем контрастом, да, который складывается, так, старушка и плакат, то есть для народа, но народу это не надо. Дальше вот чёрный и белый, это на протяжении всей поэмы будет, да, чёрный вечер и белый снег. Следующая контрастность передаётся и тем, что, и музыкальным, кстати говоря, здесь очень меняется ритм, да, от частушечности, то есть такой лёгкости, народности до маршевости, да, и в образах. Значит, кроме старушки мы видим поэта, да, Вития, а это кто? Длинные волосы и говорит в полголоса, предатели, погибла Россия, должна быть писатель, Вития. По длинным волосам, да, помним Ленский из Евгения Нигдана, длинные волосы, ага, это поэт, значит, это интеллигенция. Интеллигенция, сразу же говорит, предатели, но они же ради народа, интеллигенция же тоже хотела освободить народ, да, тоже хотела, чтобы народу жилось хорошо, значит, интеллигенция не понимает смысла революции, да. Дальше мы видим товарища попа, да, интересно, товарищ поп, а вон и долгополый, сторонкой за сугроб, что нынче не весёлый товарищ поп, помнишь, как бывало брюхом шёл вперёд, и крестом сияло брюхо на народ. Вот, иронично описывается поп, и это слово, да, брюхо сниженное подчёркивает отношение к нему, то есть сейчас уже это не тот человек, который представляет собой настроение до народа, и вообще поп прячется, потому что он сторонкой за сугроб, да, ему спрятаться хочется. Барыня идёт, а вон барыня в каракуле, к другой подвернулась, может, мы плакали-плакали, поскользнулась и бац, растянулась, ай-яй-тяни, подымай. Возможно, да, это представители высшего общества, которое сокрушается о прошлом, и оно поскользнулось, поскользнулось на чём, на вот этих вот новых плакат, ну, от этой новой среды, да, оно не готово, оно не понимает, как это, что это, да, вот, что это такое здесь происходит. Дальше, значит, мы видим в тексте и, кого ещё, пса, кстати говоря, да, причём он на перекрёстке идёт, то есть старый мир, как пёс безродный, этот пёс символ старого мира, и дальше буржуя, который повесил нос, а повесил нос, это, значит, как знак вопроса, да, то есть вот повесивший нос, превратившийся в знак вопроса, и он тоже стоит на перекрёстке, что же делать дальше-то, дальше, как же быть, да, дальше, вот, ну, и, конечно, мы обращаем внимание на 12, которые идут державным шагом, вот, у нас, с одной стороны, да, это отсылка к Некрасову, потому что у Некрасова, да, есть такая строчка, было 12 разбойников, был Кудеяр-Атаман, много разбойников пролили крови честных христиан, много богатства награбили, жили в дремучем лесу, вождь Кудеяр из-под Киева вывез девицу к Росу, так, и что мы видим здесь, да, у блока гуляет ветер, порхает снег, идут 12 человек, ну, конечно, блока не мог, да, не знаю, то есть это и определенный отсылок к Некрасову, Винтовок, черные ремни, кругом огни, 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 как еще их описывает автор? В зубах цыган, цыгарка, примет картуз, на спину б надо бубновый туз. Что значит на спину б надо, да, бубновый туз? Это ромб красного цвета, который нашивали катаржанам в Царской России, чтобы легче было целиться при побеге, да, для чего этот ромб нашивали. То есть, да, вот это тоже указание, что эти красноармейцы, но они готовы, у нас, да, с одной стороны Некрасовский мотив, с другой стороны мотив евангельский, и он подтверждается образом Христа, да, который мы узнаем вот в последних строчках произведения, что впереди Иисус Христос. Значит, апостолы, апостолы готовы были жизнь отдать за новые идеи, да, вот за то новое. Почему же, да, так, что, почему две в них вот грани, да, две идейные позиции в этих красноармейцах мы увидели? С одной стороны, конечно, да, они за преобразование, за новый мир, но с другой стороны, что они говорят, да, «Товарищ, ментовка, держи, не трусь, пальнём-ка пулей в Святую Русь». И они идут и ищут врага, да, неугомонный, не дремлет враг. Где враг, где враг, да, и их шаг, что они делают? Они ищут врага. И они готовы стрелять в кого угодно, кто им покажется врагом. И вот эта вот пальнём-ка пулей в Святую Русь – это о том, что они сами не знают, где враг, и в поисках этого врага могут наломать дров и убить невинных, да, то есть прольётся невинная кровь. И тогда они уже из тех учителей, которые ведут за собой, превратятся в преступников, да. И вообще, где эта грань, да, когда ты идёшь служить, да, или ты идёшь убивать, ты выполняешь свою какую-то роль, функцию, или ты принимаешь личное решение, что это здесь, да. Как пошли наши ребята в Красной Гвардии служить, в Красной Гвардии служить, буйную голову сложить. Чувствуем частушечный, да, такой вот ритм, что они пошли служить или голову сложить, да. Ведь буйная голова, да, это образ разбойника какого-то. Мы на горе всем буржуи, мировой пожар раздуем. Какая цель у них? Цель на горе. Ну и что, что всем буржуи? Ну, для горя, для счастья они это делают? Нет, да, для горя. И вот это вот ощущение пожара, это вот, ну, ощущение какой-то катастрофы. Они навевают ужас определённый, потому что страшно, да. Они могут тебя почитать преступником, ты их боишься. Ты вроде бы представитель народа, они сражаются за тебя, но тебе страшно. И опять идут 12 за плечами ружьица, да. И ты стараешься сам уже как-то стороной-стороной от них, мало ли что, им тебе не понравится, потому что они ко всему готовы, ничего не жаль. И вот это, да, ничего не жаль, да, и ко всему готовы. Вот тот самый, да, страх и ужас, который навевают эти красноармейцы. И мы видим, что вот если посмотреть, да, собрать это всё по главам, то во второй главе они похожи на каточника и хотят найти врага, да, и пулять, даже при малейшем подозрении, что там враг. Дальше в третьей главе им хочется всё уже разрушить. Мы на горе всем буржуи, мировой пожар раздуем, да, мировой. В одиннадцатой главе ничего не жаль, они уже всё прошли, закалились, да, и идут державным шагом во двенадцатая глава, к чему Христос идёт с ними. Вот, и этот вот образ Христа, символ Христа, да, загадка, которую предстоит разгадать, да, читающим. Вот, а многоголосие, вот эти вот вздохи народные, ох, матушка заступница, у большевики загонят в гроб, предатели, погибла Россия, мы же мы плакали-плакали. Это голоса народа, да, и народ хочет уйти, спрятаться, потому что страшно, да, потому что ты можешь оказаться, да, этим самым врагом. И даже есть некая даже карикатурность, да, потому что один из образов, это как идут дамы, они идут на каблучках, это тоже представители, да, народа, у них тоже было собрание, постановили, значит, постановили, постолько-то брать, постолько-то не брать, и мы понимаем, что это сниженная оценка собраний, которые проводят большевики, да, и которые проводят представительницы, да, древней профессии. То есть мир меняется, и нужно как-то, нужно как-то принимать на какое-то решение, чтобы меняться вместе с ними. То есть вот это параллелизм, да, за параллельные события тоже привносят свой сниженную, сниженную оценку действием 12-ти. Вот. Значит, дальше, да, нам интересно еще посмотреть вот на образ пса, пса безродного, который, как я вам говорю, это стоит на перекрестке, и буржуй на перекрестке воротнику прятал нос, а рядом жмется шерстью жесткой поджавший хвост паршивый пес. Вот это вот ощущение, да, где же, где же этот вот, что же делать-то теперь, да, и почему именно пес является, да, спутником этого буржуя, не музыкального такого мира, тяжелого, да, мира, а в конце появляется. Но пес, Христос, да, вот эта внутренняя рифма, значит, Христос, да, пес как спутник буржуя старого мира, а Христос с ним ревнуется, да, он ему противопоставлен, или он как отголосок, да, того старого мира, и нам это надо для того, чтобы как-то задуматься, и Христос тоже думает, думает, и он пришел к этим двенадцати не потому, что он их поддерживает, да, это одна из-то интерпретаций, то есть есть интерпретация, что он впереди Иисус Христос, как он тот, кто поддерживает эти двенадцать, вторая интерпретация, он пришел к ним, чтобы сгладить, чтобы отвести, чтобы хотя бы меньше было, да, боли, зла, да, почему это вот идея, да, пес, Христос, нос, вопрос звучит, звучит в этом произведении, вот. Ну, а что сделали вообще хорошего, да, и вообще какие поступки совершили эти двенадцать? Вот. Героиня Катька, и ее любит один из главных героев, но Катька, Ванька с Катькой в кабаке, у ней Керенки есть в чулке, они, значит, начинается у них какой-то спор, да, потому что Катька гуляла там с кем-то, да, с кем-то время проводила, да, ну-ка, Катька, расскажи, да, как ты там посешала офицера, вот, и в этой вот потасовке, да, в этой какой-то, да, драке, Катька где? Мертва-мертва, прострелянная голова, что Катька рада, не гу-гу, лежит и падаль на снегу. Интересно, что Катька убита из винтовки Петрухи, но она показана, но он не хотел ее убивать, он ее любил. Они его подначивают, как бы, да, они, как бы, говорят ему, что, ну, там, не трусь, да, не бойся, и у них эта перепалка какая-то, она случайная жертва этой перепалки, он не хотел ее убивать, но в важный момент, случайно убив ее, они мгновенно оправдывают эту смерть и расцениваются как закономерное, да, что, а, лежит и падаль на снегу, вот ты ж там гуляла, вот ты ж там, значит, когда-то там время-то проводила, да, и Петька не весел сначала, да, что товарищ-то не весел, что дружок-то терапевел, что Петруха нос повесил, или Катьку пожалел, загубил я бестолково, загубил я сгорячо, ах, то есть ему тяжело, да, естественное желание человека, как бы, раскается в своем поступке, но он любил эту, да, девушку, ему тяжело, но никто не разделяет его переживаний, наоборот, и шестервец зовел шарманку, что ты, Петька, баба, что ли, верно душу наизнанку вздумал выбернуть, изволь, поддержи свою осанку над собой, держи контроль, и такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой, потяжелее будет бремя нам, товарищ дорогой, то есть нет времени для эмоций, нет времени для индивидуальных частных чувств, что там ты чувствуешь, да, это твое личное какое-то там ежесекундное пожалел девку, да, ну-ка, давай-ка, улыбку шире, шаг шире, и вперед пошел мир менять, да, у нас сейчас дела другие, наша задача мир сделать новым, и, конечно, это страшно, да, что герой, который готов, да, раскаяться, который готов почувствовать вот эту вот внутреннюю, да, какую-то неправоту, может быть, да, непонятность, да, которая у него царит, а ему говорят, ничего-ничего, давай, шагай, шагай вперед, да, вот. И если мы посмотрим, да, вот за финальным образом вот этого образа Христа, этого появления Христа, он, может быть, и появился, да, потому что вот это вот убийство произошло, осмысления этого убийства нет, проникновения во внутренний мир героя нет, а убийство тут же оправдано, а оно названо убийством по закону, а тут же герои говорят, да, что нет-нет-нет, зря ты думаешь, да, какие там переживаешь, ну-ка давай веселее, иди, нам с тобой мир менять. И появляется как раз-таки вот Христос здесь, они не видят его, но он как будто бы, да, начинает их, да, управлять, вести их в белом венчике из розы, белый связывается с метелью, с бурей, вот с этим, да, и буря тут уже не только революция, да, тут уже буря, это как некий путь, да, и его ведут. И, конечно, да, вот и у Блока есть воспоминания, что он долго думал, что вот, ну вот не Христос же, ну вот почему-то Христос, не мог, да, не мог отойти, все равно почему-то, почему-то Христос. Иногда произведение становится шире того замысла, который, который автор хотел, да, воплотить, иногда произведение переживает ту идею, которую закладывал в него автор. Даже если он закладывал идею поддержания революции, потому что и Христос ее поддерживает, да, мы можем все-таки читать тут другие смыслы, как говорил Ронард Барт, текст вышел, да, автор мертв, то есть опубликовав свой текст, автор дает право читателю, да, интерпретировать истолковывать его, вот. Мы видим, что для того, чтобы передать свою идею, автор использует множественные средства, это очень интересно, у нас таких, да, поэм нет построенных интересных, то есть это выстроенность особая. Если мы возьмем, попробуйте привести этот эксперимент, прочитать 12 глав и прямо их соединить, первую, посмотрите, 12, и вторую, и 11, и третью, и десятую, и четвертую, там, девятую, получается, пятую, восьмую и шестую, седьмую, да, вот этот вот центр сопоставить. Вы увидите, что они построены параллельно, у них есть образы, которые можно, да, друг с другом сопоставить, и центр – это шестая, седьмая глава, убийство Катики, и реакция, да, на это убийство. Вот, помимо этого, интересно построение, то есть у нас есть лозунг, революционный держите шаг, не угомонный, не там, не дремлет враг, там, есть плакат, вся власть к учредительному собранию, есть городской романс, не слышно шуму городского, на Невской башне тишина, и больше нет городового, гуляй, ребята, без вина. Есть молитва, покой, Господи, душу рабы, твои, я, да, когда Катя умерла. Есть частушка, как пошли наши ребята в Красной Армии служить, есть марш, революционный держите шаг, не угомонный, не дремлет враг, там, есть песня плесовая, эх, эх, попляши, больно ножки хороши, эх, эх, согреши, будет легче для души. То есть ритм постоянно меняется, да, и вот он такой вот разный здесь, передаёт разные, да, слои, грани и слои населения, и грани проблематики, и настроение текста, да, которое есть, и настроение от революции, вот всё оно, от лозунгов до молитвы, да, всё есть в этом, в этом тексте. Вот, Блок писал, да, о музыке революции, и в его черновых записях, когда он работал над этой поэмой, да, есть вот эта вот музыка революции, музыку он слышал, да, в нём судело, вот это вот внутреннее какое-то. Поэтому он и призывал, да, слушайте музыку революции, поддерживайте, да, её идите, да, вместе с этой революцией, да, призывал к этим вот изменениям. Вот. Следующее, что бы хотела, да, разобрать, это символы цвета. Здесь мы их видим, вот он цвет, да, чёрный, белый и кровавые символы числа, символов старого и нового мира. И интересно, что образ Христа, идущий с красноармейцами, это, да, новый мир, это то самое будущее, да, для которого, в который идёт Христос, и это соединение, да, и старого, и нового мира. Герои поэмы, ну, вот они здесь представлены перед вами, мы видим, да, что здесь разные слои абсолютно, то есть революция никого не оставила в покое, они все как бы, да, вместе. Вот. И, конечно же, да, образ снега, ветра, бури, как некого символа стихии, грядущих перемен. Вот. И связанным с этим белым, да, своим цветом связывается он с тем же Христом, который ведёт за собой. С чем сравнивали эту поэму? Сравнивали поэму с Марком Шагалом, который взял какие-то такие краски, ну, неблагородные, что ли, а сделал из них, да, вот из неблагородных красок сделал благородное дело. Вот такую вот картину, содержащую глубокий смысл. То же самое попытался сделать блоком, хотел взять простые слова, те, которые звучат. И пусть там будет и пёс безродный, и славопадль, там, любые слова, а сделать из них музыку революции. То есть показать, да, вот тот самый, как из, и с какого сора рождаются стихи, да, словами другого поэта, можно сказать. Вот. Своей поэму считали и красные, и белые. Тоже интересный образ, то есть поэма, которая переросла замысел автора, вложенный в неё, да, положительные к ней относились, да, одни видели, да, и отрицательные отношения тоже другие. Дальше. В критике звучит мысль о том, что это поэма как предупреждение, да, поэма предупреждения. Вот. Ну и видим, да, здесь реакцию и интересные слова блока. Что же задумано? Перестроить всё так, чтобы всё стало новым, чтобы было живо и скучно, и наша жизнь стала справедливой, чистой, прекрасной жизнью. Конечно, да, благая цель. И Блок, да, хотел закрыть глаза на то, чтобы ради этой благой цели могут пострадать кто-то, могут пострадать люди. Но вот в поэме-то это вот закрыть глаза не очень-то получилось. В поэме как раз-таки, да, очень, как раз-таки видно вот это вот горе, тоска какая-то по тому, что этот мир нельзя изменить каким-то другим путём. А может быть, им можно, просто никто не стал искать. Ну и интересные иллюстрации Юрия Анненкова к этой поэме. Вот они тут уже у нас были, да, в течение презентации. Можете ещё посмотреть из того, что здесь подобрано. Вот, особенно вот образ Христа. Здесь, да, и две грани его, вот, чёрный и белый. То есть всё-таки попытался художник изобразить в стилистике, да, какой-то стилистике поэма. Блок умирает в 21-м году. И вот фотография, да, с его похорон. За гробом шли около полутора тысяч человек, провожали его. Он действительно, несмотря на то, что он символист, он сумел стать народным поэтом. Мы можем расшифровывать его стихотворение. Он был похоронен на Смоленском кладбище, потом было перезахоронение на Волковском кладбище. Можем расшифровывать долгое его стихотворение, потому что символисты, да, это та область, да, какая-то, к которой мы можем возвращаться снова и снова. Ну, вот таким мне хотелось вам показать блока трагического тенора эпохи. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Если вопросов нет, то до новых встреч. И всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова